Ребят, всем привет! Я все-все путешествую, поэтому на фоне белой стеночки я еще раз всех поздравляю с насыплением зимы. Самое лучшее время года для нашего любимого вида спорта. А сейчас вы посмотрите мой новый формат, в котором я заглядываю в домашнюю раздевалку клуба КХЛ. И первым на очереди у нас будет хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока. Надеюсь, этот формат вам понравится. Буду благодарен за обратную связь. И, конечно, хочется сказать отдельное спасибо моим партнерам за помощь в создании этого контента. Это тысячи вариантов, чтобы подогреть свой интерес к просмотру матчей «Адмирала» и не только. А также следить за их ходом вы можете в их удобном современном приложении. Все это есть по ссылке в закрепленном комментарии. Спускайся, регистрируйся и забирай свой бонус. Ну что, смотрим? Поехали! Здесь команда выходит на лед. Вот то, что показывают. Дым, огонь. Да, вот. Красивый вход. Да, вот туда можно выйти, посмотреть. Вот она наша буква, которая загорается. И здесь команда выходит на лед. Здесь запасное поле. Здесь у нас детишки тренируются или там «Тайфун», или иногда сам «Адмирал». Тренировочные джерси. Да. Серые, белые, черные, желтые. Желтые – это те, кто, как сказать, в неиграющем. Да, травмированный, восстанавливающийся, неиграющий состав. Но их всего мало. Они как птенцы катаются. На входе у нас «Блэйдмастер». Ну, как у всех они. Сушки, сушки. Насколько я знаю, только одна команда в лиге позволяет себе катать сами «Блэйдмастеры» с собой. Все готовят вот эти вот фены. И из них трубки. Ну, название этой команды мы не будем называть. Я думаю, и так все понятно. Так, здесь у нас велики. Зона разминки. Да, зона разминки. После каждого перелета. Обычно у нас тренер по ЛФП отправляет пацанов сюда, покрутить велики немножко, чтобы ноги привести в тонус. Телики, кто что смотрит. Hell in hell. Здесь уже вход в саму раздевалку. Тут у нас батарея клюшек слева. Да, тут разные клюшки есть. Вот, здесь у нас тренеры вешают расписание, зону обороны, атаки. Всю, всю, всю стратегию. Снимать мы не будем эти секреты. Все верно. Я тут иногда сам вешаю выход, во сколько выходит налет команды. Здесь у нас сидит сервисмен, точит наши конечки, все ремонтирует. Там закрыто? Там сейчас закрыто, да. А вот сама развивалка. Она сейчас не в самом лучшем виде, потому что перед игрой, когда показывают, ее все готовят красиво. Она в победном состоянии. Да, она в победном состоянии. Раздевалка у нас не самая большая по сравнению с другими лигами, с другими командами, но она очень уютная, очень милая. Ковер, на котором пацаны очень часто после игры обсуждают, кто как играл, кто откуда заходил. Это прям интересно всегда смотреть. Ковер в виде макета хоккейной площадки. Да, да, да. Причем, когда здесь проходит видеособрание, тренер также на этом ковре что-то объясняет, что-то рассказывает. Как у нас сидят пацаны? Здесь у нас сидят за твоей спиной защитники. Шулок, Метальников, Герман, Герман, Соляников. Дальше также идут защитники. И оттуда уже пошли нападающие. И сбоку вратарей. Какие у нас самые интересные места, наверное? Ну, это самые козырные места. Ну, вот это? Да, у Мишуры и у Аркаши Шостакова самые большие места. Но Мишурову дали, потому что он вратарь. У нас там сидят два вратаря. Между ними никого нет, чтобы им было удобно сидеть. Здесь сидит Андрюха. Ну, и Аркаша дали за опыт, за вклад в хоккей. Какой принцип рассадки? Принцип рассадки? Тренер или карта? Нет, тут занимается и главный тренер, и у нас есть массажист, который этим занимается. Принцип такой. Защитники, нападающие и вратари. Все отдельно сидят. И причем у нас массажист решает еще, кого с кем посадить. По возрасту, по тому, кто как с кем общается. Иногда по звеньям. Да, 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 по интересам. Там условно есть два болтуна, их надо рядом посадить. Там вот Саня Шевченко, у него никогда не закрывается. Егор Петухов пришел такой же, а Даня Гутик, он наоборот такой тихоня, Шен тихоня. Сош тоже такой в себе. Вот, некоторые места у нас сейчас освободились. Ну, ждем пополнения. Бывает. Да, бывает. Так, идем дальше. Сушки, вентиляторы, сушки. Все, когда команда, когда заканчивается матч, они нон-стопом здесь работают, чтобы, ну, по понятным причинам, чтобы все было сухое. Что вот это? Это, насколько я помню, это лампы, да, 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 они сейчас специально выключены, не надо с ними рядом находиться, когда они включены. Эту раздевалку мы много раз показывали у себя в соцсетях, где победный, непобедный, как раз вот из того угла всегда заходит Леонид Тамбиев. Вот оттуда, да, он заходит, парни-молодчики, всегда его козырная фраза, проходит, всем жмет руки и потом кепка победная, кстати, вчера она досталась. Это переходящий трофей, да? Да, 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 переходящий трофей нашему цветочку, мало кто знает, Фьори, попереводится с итальянского, как цветок, у него, кстати, клюшки так и подписаны, флавор. Слушай, а буквально пару слов про вот этот переходящий трофей. Переходящий трофей, ну как, мы, у нас символика вся морская, моряки, адмирал, вот мы искали настоящую адмиральскую фуражку, я тебе потом за кадром скажу, сколько она стоила, но вот сразу вот ты себе вот скажи сумму, как ты думаешь? Ну, ты сейчас так это предподнялся, 50. Ну, ты близко, ты близко, потому что мы, когда ее покупали, мы думали, она будет намного дешевле, но она стоила, оказывается, немало. Фьори вчера получил фуражку главную, идемте дальше. Тут все закрыто, потому что сегодня у команды выходной, только во второй полдня. Здесь у нас массажисты, да, на которых, ну, прям без преувеличения могу сказать, что на массажистах держится раздевалка, ну, вообще на персонале, вот так правильно будет сказать, но эти парни двое, у нас два Антона, две машины, они все делают, вот все, что здесь ты видишь, от и до делают они. Два массажиста? У нас два массажиста в команде, два доктора, один сервисмен, ну, там, тренерский штаб, это отдельно, пресс-служба летает один или два человека. Но еще с этими перелетами, мне кажется, на ребят там нагрузка... Ну, это да, ты просто представь, мало кто знает, многие думают, что массажист это человек, который вот просто помял и там водичку подал на его время игры. Команда прилетает в любой город, там, не знаю, мы отыграли условно в Москве, мы отыграли в Москве, матч закончился там в районе 10 вечера, полдесятого, час-полтора на сборы, после этого в аэропорт, в районе 12 часов мы вылетаем и летим, например, куда-нибудь, ну, скажем, в Омск. В Омск мы прилетаем там в районе 6-5 утра по местному или даже позже. Ну, вот, например, мы прилетаем там в 5 по местному куда-нибудь. Вся команда уставшая едет в гостиницу отдыхать, массажисты собирают все баулы и едут сюда. Ну, то есть едут на арену, раскладываются, раскладывают каждое место, приклеивают таблички, раскладывают каждый баул, чтобы утром, когда команда пришла после завтрака, уже все было готово к тренировочному процессу. У них работа адская. Душ, душ, плюс холодная ванна, купель, да, восстановительные процедуры. Ну, понятно, правильно, наверное, сказать, это гальюн, может, на море. Ну, смотри, дезики, это тоже дезик. Все обязательно. А лук предоставляет? Тут как пойдет, кто как хочет. Пока я аккуратно расставлю. Да, это все тоже самое массажисты. Так, здесь у нас баня, тоже восстановительные процедуры. Известный факт, что после нагрузки тепло и холод восстанавливают. А вот этот вот уголочек? Вот этот? Здесь у нас лед. Лед. Вот специальные пакеты, специальные пакеты мюллеровские. Они отрываются кусочками. Так, как Антон ее открывает? Вот, а вот. И вот пошел лед. После игры там сразу пацаны заказывают кому сколько надо. Там колени, ноги ниже, плечи. Потому что ловить, ловить шайбы. Это тара, да. Идем дальше. Здесь у нас зона лаунжа условного. Телевизор, кухня, диваны. Здесь у нас докторская. Там два доктора наших колдуют над пацанами. Два комплекта формы, выездной и домашний. Обычно уезжаешь на выезд, берешь только этот. Здесь домашний остается. Но вот такой вот спойлер. Я не знаю, когда у тебя выпуск выйдет. Скоро. Скоро, на один из ближайших выездов мы берем две формы. И черную и белую. Почему? Вот, читайте новости. Это интригант. Да, да, да. Так, это у нас кухонька. Кухонька, да. Что-то перекусить, поесть. Кофе, чай. Различные витамины. Это вот от КХЛ попросили нас повесить такую штуку. Классную штуку придумали КХЛ. Ну, кому кто знает, тот кто знает. Грубо говоря, чтобы карьера хоккей закончилась, чтобы у него была в голове не только база хоккейная, но еще какая-то. Холодильник. Холодильник. Все, мы вернулись назад в зону, где велосипеды. Квадратное раздевается. Да, да, да. У нас квадратное. Из того, что не показали. Там у нас выход. А, ну, грубо говоря, вот еще гардероб сухой, где пацаны раздеваются. Вот этот парень, да? Пацаны заходят оттуда, да. Там подъезжает автобус. Все. Вот здесь вот справа есть дверь. Это выход в зал спортивный. Тренажерный зал, спортивный зал, где проходит сухая разминка. В принципе, все. Все аккуратно, все мило, все красиво. Для многих вопрос. Я-то знаю, наверное, ответ. Когда ребята заходят, в уличной одежде заходить в раздевалку запрещено. Сначала обязательно в зероб. Обязательно. Все заходят сюда. Вот, зашли. Здесь оставили свои вещи, надели тапочки. Кто-то полностью раздетый выходит, кто-то там в нижнем белье и пошли на свое рабочее место. И там уже начинается крутить, вертеть, клюшки, мотать, конечки. Все. Многие идут через вот этот аппарат страшный. Встают, взвешиваются. Будешь проверять? Я не ошибаюсь. Здесь есть еще несколько, конечно, информационных счетов. Мы не будем их вам показывать, потому что это секретики уже не последовательного клуба. Это тренерского штаба. Ну что, ребята, на этом все. Надеюсь, новый формат вам понравился. Еще раз попрошу вас поддержать это видео своим лайком, а также написать комментарий. Может быть, что улучшить, либо добавить в эту новую рубрику. И, конечно, отдельное спасибо хоккейному клубу «Адмирал» за предоставленную возможность для проведения съемок. Еще увидимся. Хоккей сердце. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова